Туризм. Алтайский край в этой отрасли по праву может рассчитывать на лидирующие позиции в стране. Созданные в рамках федеральной целевой программы объекты в Барнауле, Бийске и Белокурихе-2 направлены на увеличение туристического потока. Белокурихе-2 один из самых перспективных туристических проектов. На мой взгляд, это место претендует занять одно из самых-самых высоких мест вообще на карте туристической. Мест и точек притяжения на карте края еще много, в том числе мы говорим и про сельский туризм, мы говорим и про западную часть края, центральную, западную часть края, где возможности наших озер, грязь, оздоровление, это все в перспективе могло бы найти свое развитие. Туристический поток в Алтайском крае оценивается по-разному. Кто-то считает, что он превышает 2 миллиона, кто-то называет цифры скромнее. Но ясно одно, он имеет перспективы для роста. Нужно сосредоточиться на привлечении туристов. Одной природы, пусть и уникальной, и первозданной недостаточно. Запросы туристов растут, и для того, чтобы их удовлетворить, нужны новые направления. Например, гастрономические, эко- и сельские туры. Мы вышли с предложением в конце сентября привести информационный тур из федеральных туроператоров, чтобы они посмотрели вот этот продукт, потому что с нашей точки зрения, он действительно вот такой интересный. Он интересный, он новый для региона. И это тот продукт, который может выстрелить в ближайшие 5 лет, действительно дать нормальное, хорошее количество туристов. Но прежде, говорят, в ассоциации туризма Алтайского края нужно навести порядок и как можно скорее избавиться от так называемых нелегалов на туристическом рынке региона. Сегодня, по оценке специалистов, их доля во многом превышает тех, кто работает официально. И потерянная прибыль – не главная боль. Нелегальный бизнес и туризм вредит репутации региона, негативно влияет на формирование имиджа Алтая как современного туристического центра с высоким качеством сервиса. Сдерживает рост легального бизнеса. Четкого механизма борьбы с теневыми туроператорами пока нет, но вскоре он должен появиться. В профильном комитете данный вопрос уже рассматривают. На площадке нашего комитета, под комитетом ведется большая работа как раз не просто по частному внесению поправок в профильный 132-й закон, а по комплексному изменению вообще подходов к этому либо новому принимаемому закону. Обсуждались в эти дни и перспективы развития физической культуры и спорта. Главная задача – вовлечь в занятия спортом как можно больше детей. В ближайшие годы в рамках национального проекта в каждом муниципалитете региона должны появиться спортивные площадки. Есть в планах и строительство крупных спортивных объектов. Так в Бейске, например, появится свой ледовый дворец. Депутаты Госдумы высоко оценили взаимодействие бизнеса и власти в развитии социальной инфраструктуры. За счет местных компаний в Дружбе и Бочкарях Целиного района уже построены современные спортивные и социальные объекты. В планах – открыть бассейн. Депутаты пообещали помочь включить проект в федеральную программу. Виктор Петрович, я прошу вашей поддержки, потому что без вашей инициативы региональной, конечно, этого не будет. На заседании выездного комитета депутаты обсуждали киберспорт как социальное явление. Александр Прокопьев рассказал об особенностях развития этого вида спорта. О том, что на федеральном уровне постоянно идут дискуссии в профессиональном сообществе и на парламентских слушаниях. Коллеги, я думаю, что самое правильное, что мы можем сделать на этом этапе развития этого явления – это деликатно поддержать и не мешать развиваться, с учетом того, что у них это действительно получается. 8 сентября в Барнауле во Дворце культуры будет проходить финал третьего турнира «Алтай Опен Кап». И такие крупные соревнования проводят далеко не во всех регионах. Турнир уже имеет официальный статус. За участие в нем спортсмены получают спортивные разряды и призовые. Наш турнир расширяет свои границы. В нем принимают участие киберспортсмены из разных регионов Сибири. Ребята действительно получают свой шанс состояться. И, по сути, зафиксироваться на киберспортивной карте России. Так что уже сейчас с уверенностью можно сказать, что Алтайский край находится в актуальном тренде по развитию киберспортивных дисциплин. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий. Будни.